здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки продолжаем с вами решать задачи по теме закон сохранения энергии что с ним так сказать делать задача 20 22 5 и задачка на мой взгляд очень интересно но прежде чем я начну эту задачку рассказывать вот давайте с вами посмотрим на пружинку от пружинка не растянута что нужно сделать чтобы растянуть правильно вот что нужно сделать приложить так сказать какую-то силу и что мы видим по мере того как я увеличиваю свою силу которая действует на пружинка на пружинку видим что она растягивается а значит сила упругости начинает возрастать вот она возрастает то есть сила упругости все время меняется если я растяну пружинку на какое-то расстояние а вот то я спрашиваю вот допустим я растянул на 5 сантиметров какая же работа была совершена чтобы растянуть ее так сказать на 5 сантиметров сила то изменяется работа равна произведению силы на расстояние а какую силу то взять она все время меняется если здесь у меня ноль сейчас никакой силы нет пружинка не растянута а здесь допустим у меня приложена сила вот здесь вот я смотрю и сила 10 ньютонов то на протяжении вот растяжение какая сила так сказать действовала что нужно сделать 10 ньютон 2 ньютона она все время менялась от нуля до десяти и физики тут не мудрство это сказать лукаво говорят а возьмем-ка среднюю силу то есть 0 плюс 10 поделим на 2 и получим пять к чему это начал рассказывать вот представим себе ледяную горку высота который нам так сказать известно аж равняется 15 метров это за тушь надо его сменить вот так и так 15 метров высота и что интересно вот это вот горка она у нас какая-то специфическая вот здесь вот трения нет коэффициент трения в самом начале равен 0 а вот когда она начнет скользит появляется трение она все время будет увеличиваться 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 и до увеличивалась до мю равны 0,4 вот здесь вот в конце так сказать горы вот и все и что нужно найти а найти нужно с какой скорости вот так сказать это штукенция приедет вот сюда к основанию горы все и так съезжаем с горы трения нет никого вы вдруг трение увеличивается 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 какой скоростью мы это сказать сюда въедем да вот ножницы угол 30 градусов что делать что делать а что делать решать задачку точно так же как мы решали и предыдущий но с некоторым так сказать нюансом и так сила трения есть значит работа будут совершать какие-то потусторонние силы вот и эта работа сторонних сил которые естественно будет отрицательная минус потом поставлю равна изменению энергии вот мы так записываем и и пи один плюс и кей и 2 и кей 2 это то что в конце отнимаем изменение же да то что было в начале и п 1 плюс и кей 1 иногда пишу и кей 2 плюс и кей 2 и кей 2 плюс и кей 2 это одно и то же от перестановки слагаемых суммы не изменяется короче говоря давайте с вами посмотрим когда тело приедет сюда это у нас за нулевой уровень принято потенциальной энергии нет но есть кинетическая энергия а в самом начале наоборот тело то отпускаем кинетическая 0 а потенциальная есть теперь дальше о чем ведется речь о работе силы трения она у нас отрицательная и по предыдущим задачам я говорю значит сила трения минус мю мж косинус альфа и должен умножить на это расстояние которое обозначил буковкой элли но сила то трения здесь у нас средняя усредненная вот я здесь поставлю средняя ну а здесь что напишу м в квадрат пополам отнимаем м ж аж вот вот это вот у нас с вами получилось ну хорошо что делаем что делаем что делаем скорость у нас здесь прежде всего массы можно убрать уже легче жить теперь минус мешает умножаю левую и правую часть на единичку получается мю средняя а что это такое-то мю нулевое плюс мю деленное на 2 вот это что такое мю нулевое здесь плюс мю сам в конце деленное на двусредненное коэффициент трения мы с вами получили вот умножаю на же косинус угла альфа альта нам не известна длина вот этой самой горы по которой так сказать скатывалась это самое тело ну а мы знаем что синус угла это отношение противолежащего катета гипотенузе гипотенуза тут как раз таки у нас и это означает что l это h деленное на синус альфа так и запишем h деленное на синус альфа переходим к этой части это будет с плюсом мышь на минус 1 ты умножили будет же h а это будет минусом минус в квадрат деленное на 2 так в квадрат деленное на 2 переносим в эту часть до остается же h и вот эту вот всю штукенцию должны перенести в эту часть но прежде чем перенесем мю нулевой это 0 а косинус ляжет под синус ляжет под синус да и тогда что у нас будет минус смотрите внимательно мю же h делим на 2 а поскольку косинус косинус находится под синусом синус деленное на косинус это дает нам тангенс угла альфа вот что мы с вами так сказать получили смотрим ну очень хочется двоечки эти сократить но тут двойки нету и тогда мы применим очень интересную такую манипуляцию умножим на 2 и поделим на 2 и сразу же эти все двойки сократим и тогда у нас скорость будет равна квадратный корень вот и ну и что сделаем смотрите ж аж можно вытащить за скобку вот ж аж вытащили за скобку а в скобках у нас останется 2 отнять мю деленное на тангенс угла альфа все задачку мы с вами ребятки решили что остается сделать подставить численные значения этого делать не буду подставьте пожалуйста и получите ответ я его напишу скорость приблизительно 404 14 метров в секунду должна у вас получиться корень из 196 здесь должен быть вот все правда здорово ну естественно почему а потому что вы учите физику на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачи становятся простым понятными и доступными канал на котором вы готовитесь к единому государственному экзамену ко всякого рода работаем самостоятельным проверочным вот и так далее тому подобное поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить все все вам доброго до свидания до новых встреч